Друзья, мои привет всем! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео хочу вам подробно рассказать о видеорегистраторе от многим известной компании DDPI под названием MOLO N3 PRO. Из особенностей данного видеорегистратора хотелось бы выделить то, что он очень компактный, имеет вторую камеру, записывает видео в высоком разрешении 2K+, имеется у него встроенный GPS, Wi-Fi, J-сенсор, суперконденсатор здесь установлен, имеется наблюдение на парковке за автомобилем 24 часа в сутки. Также есть здесь эффект ощущения реальности Sense Reality и поддержка флеш-карт до 512 гигабайт. Продается видеорегистратор вот в такой фирменной упаковочке, ссылочку на продавца в описании под видео оставлю. Если что, сможете перейти, посмотреть стоимость, почитать отзывы, ну и при желании заказать. Обратите внимание, есть версия с GPS, есть версия без GPS, а также есть версия с дополнительным модулем парковки, через который видеорегистратор подключается к блоку предохранителей и у него появляется парковочный режим. У меня версия с GPS без модуля парковки. Давайте открывать и смотреть комплектацию. В основной коробочке две коробочки. В одной камера заднего вида, она записывает Full HD разрешение 1920 на 1080 пикселей. И это модель RC1. И во второй коробочке сам видеорегистратор MOLA N3 Pro. Начнем с камеры заднего вида. Здесь вот такой вот длинный кабель, длина его около 5,5 метров, чего вполне достаточно, чтобы камеру закрепить на заднем стекле. Разъем миниджек для подключения к регистратору и вот такой тоненький разъем для подключения камеры, что очень удобно, где-то протягивать кабель в отверстиях будет очень легко. Вот так выглядит задняя камера, крепится на двусторонний скотч, поворачивается на 360 градусов. Здесь 5 оптических и 1 инфракрасная линза, угол обзора 125 градусов и диафрагма F2.0. Также имеется краткая инструкция, как закрепить заднюю камеру. И в комплекте кусочек запасного 3М скотча, если вдруг камеру захотите куда-то немного передвинуть. В коробочке с видеорегистратором нас сразу встречает пакетик с инструкцией. Также здесь запасной 3М скотч, две, а нет, одна антистатическая пленочка, что странно, обычно две идут в комплекте всегда. И инструкция на английском и понятном русском языке. Здесь имеется QR-код для скачивания приложения на iOS-устройство, либо на Android. Сам видеорегистратор, отложим его пока в сторону. Кабель питания, его длина около 2,5 метров, чего вполне достаточно. USB-A и USB Type-C. Лопаточка для прокладки кабеля в труднодоступных местах. Адаптер питания, вот такой вот миниатюрный фирменный DDPI с одним USB-A портом. Вход 12-24 вольта, то есть можно в автомобиле с бортовой сетью 24 вольта устанавливать. И выход 5 вольт 2 ампера, то есть 10 ватт. И вот такое крепление видеорегистратора со встроенным GPS-модулем. Разъем для подключения задней камеры, разъем для подключения питания. То есть питание подключается именно к креплению. И сам регистратор можно легко снять с крепления, не надо никакие провода отсоединять. Сам видеорегистратор вот такой вот миниатюрный, размер его всего с 2 пальца. Обратите внимание, дисплея здесь нет, возможно кому-то это будет важно. Корпус изготовлен из приятного на ощупь серого матового пластика. На лицевой стороне имеется индикатор, объектив. Он с 5 оптическими и 1 инфракрасной линзой, углом обзора 140 градусов и светочувствительной диафрагмой F1.8. С этой стороны под крышкой разъем для установки microSD флэш-карты. С этой стороны динамик, сверху вентиляционные отверстия и крепеж. Снизу микрофон, клавиша сброса, reset и также вентиляционные отверстия. И на задней стороне один единственный индикатор. Здесь нет ни одной клавиши управления, то есть все настройки видеорегистратора осуществляются через приложение на смартфоне. Давайте попробуем его закрепить. Здесь по бокам две кнопочки. Зажимаем. При установке можно не зажимать. Вот так регистратор легко устанавливается. Можно регулировать наклон видеорегистратора в зависимости от угла наклона лобового стекла автомобиля. Но поворотов влево-вправо здесь нет. И вот так видеорегистратор легко снимается. Можно его при этом развернуть и установить, чтобы он записывал обстановку в салоне автомобиля. Подключим питание. При подключении питания видеорегистратор автоматически включается и начинает запись. При, соответственно, отключении питания видеорегистратор выключается. Стандартное дидипаевское приветствие. Hello, DDPI. Светится красный индикатор. И нас просят установить флеш-карту. Вот такое здесь голосовое сопровождение. Здесь синий индикатор моргает. Установим флеш-карту. Я всегда вам в своих видео рекомендую именно флеш-карты от Samsung. Они себя временем зарекомендовали. Смотрите, какая потерта у меня флеш-карта. Ей уже года 4. Это высокоскоростная флешка. Именно U3. Рекомендую именно такие флешки ставить. Если что, ссылочку на продавца таких флешек в описании под видео оставлю. Только сейчас они продаются в новом дизайне. Устанавливаем. Сейчас, наверное, попросят отформатировать. А нет. Все. Все, я так понимаю, запись пошла. Здесь синий индикатор, здесь красный уже не моргает. Закрепил видеорегистратор вот таким образом. За зеркалом его мне практически не видно. Да и смотреть на него незачем. Экрана у него нет. Обзору абсолютно, соответственно, не мешает. Ровно по центру объектив получился. И провод задней камеры пошел вот здесь за потолком. Здесь временно таким образом. За резинкой. Вот так. И задняя камера также ровно по центру заднего стекла. Кабель питания пошел также за потолком. Здесь. Здесь уже ушел вниз. Вот так. Вот он пришел в розетку прикуривателя. Если что, у меня на канале есть подробная видеоинструкция, как в автомобиле подключить любой автогаджет без вмешательства в проводку автомобиля. Скрыто. И не занимая розетку прикуривателя. Если что, я на то видео в описании под этим видео оставлю ссылочку. Сможете перейти посмотреть, если интересно. Для управления видеорегистратором необходимо установить фирменное приложение DDPI. Устанавливаем. Включаем Wi-Fi. Находим сеть DDPI N3MOL. При первом подключении необходимо ввести пароль от 1 до 0. Подключились. И запускаем приложение. Что очень удобно. На регистраторе не надо включать. Отключать Wi-Fi. Он всегда включен. У меня здесь уже есть регистратор Z40, Z50, о которых я вам ранее рассказывал. И N3 Pro я уже добавил. Вам необходимо нажать плюсик, выбрать регистратор без экрана и его добавить. Здесь также имеется что-то типа соцсети. Можно роликами делиться. И можно зайти в профиль ODDPI. И вот здесь можно скачать прошивку. Я сейчас это сделать не могу, поскольку у меня интернета нет. Заходим в оборудование. Если нажать три точки, то попадаем в быстрые настройки видеорегистратора. Идет подключение. Вот такие быстрые настройки имеются. И если нажать непосредственно на значок видеорегистратора, то попадаем вот в такое приложение. Здесь в режиме реального времени мы видим картинку с камерой передней. Можно нажать клавишу переключиться на заднюю камеру. Если экран повернуть, соответственно, картинка также переворачивается. И мы видим уже в большом формате картинку. Имеется тайм-линия, что очень удобно. То есть мы ее листаем вот так и просматриваем прошлые ролики. Здесь также время сразу меняется. Так же, как на камерах видеонаблюдения. При этом можно нажать клавишу быстро во время воспроизведения. И воспроизведение пойдет со скоростью 2х. Нажать медленно. Скорость убавляется. Еще раз нажимаем. Нормальная скорость. Можно по 10 секунд листать. Что удобно. Нажимаем камеру заднего вида. И тут же картинка переключается на заднюю камеру. В этот же момент. Можно включить Sense Reality. Эффект ощущения реальности. Я бы сказал, это больше игрушка. Здесь скорость, высота над уровнем моря, направление движения. И так далее. Можно зайти в маршруты. И посмотреть маршрут передвижения автомобиля. Во время съемки. Здесь должна подгружаться карта. Но у меня опять же здесь интернета нет. И можно прямо вот в этот момент. Нашли нужный момент. Нажимаете загрузить. Тут же скачиваете 3х минутный ролик. Что очень удобно. Скорость достаточно быстрая. Ролик загружается в память смартфона. Отменим. Можно сделать снимок. Либо во время просмотра. Либо в режиме реального времени. Нажимаем камера. И сохраняется фотография. Хоп. Фотография сохранена. Снимок событий. Здесь скачанные ролики. И чрезвычайные ситуации. Также скачанные ролики. Уже по J-сенсору. Которые записывались. Либо в парковочном режиме. Нажимаем шестеренку. И попадаем в основные настройки. Здесь можно отрегулировать громкость динамика. Включить. Выключить. Подсказку о включении питания. То есть. Приветствую. Hello Didi Pie. Включить руководство по установке рекордера. То есть. Горизонтальные и вертикальные линии. Чтобы регистратор ровно закрепить. Отзеркалить заднюю камеру. Слева направо. Либо вверх-вниз. Перевернуть картинку. Если вдруг вы заднюю камеру неправильно закрепили. Включить кода CASH-265. То есть. Ролики высококачественные. Будут записываться сжато. И меньше места на флеш-карте будут занимать. Выбрать разрешение. Запись основной камеры. 2К плюс 2К и Full HD. Включить-выключить запись звука. Включить-отключить штамп с отметкой даты на записях. Также штамп скорости. Продолжительность видео связанная с фотографированием. То есть. Когда вы нажимаете фотографирование. У вас тут же записывается еще 10-секундный 20- или 30-секундный ролик. Либо это можно отключить. Регулировка чувствительности к столкновениям. Вот так много регулировок. То есть J-сенсор можно отрегулировать. J-сенсор срабатывает, если вы, например, в большую ямку по дороге попали. В аварию, не дай бог, попали. И ролик сохраняется в неперезаписываемой памяти. Я обычно ставлю на среднюю чувствительность. Войдите после того, как автомобиль остановится в течение 15 минут. То есть. Это идет уже мониторинг парковки. Можно выбрать длительность мониторинга парковки. И можно уже выбрать, что будет записывать видеорегистратор во время парковки. Замедленную съемку, то есть таймлапс видео. Нормальное видео. Либо он выключится и будет включаться только по датчику удара. Но для этого необходимо регистратора подключить через специальный модуль парковки к блоку предохранителей. Если что, у меня на канале есть подробная видеоинструкция, как подключается модуль парковки 70MyHardwareKit. У них все аналогично, все делается одинаково. Можете это видео посмотреть. У меня, получается, мониторинг на парковке не работает. Потому что регистратор подключен напрямую через розетку прикуривателя. Ну и, в принципе, здесь все. Можно изменить имя рекордера, поменять пароль, посмотреть на память флешкарты и об оборудовании. Ну и давайте, наконец, посмотрим на качество видеозаписей данного видеорегистратора. DidiPie Molo N3 Pro записывает видео в честном 2К разрешении максимум в 2560 на 1600 пикселей с фреймрейтом 30 кадров в секунду. Видеозаписи получаются плавные, картинка четкая, нигде не размазанная. Здесь отличная цветопередача и отличная детализация. Угла обзора 140 градусов вполне хватает для захвата нескольких полос движения. Номера попутных автомобилей без проблем читаются на расстоянии примерно до 15 метров. И номера встречных автомобилей в городе на небольшой скорости также разглядеть удается. А вот номера встречных на трассе разглядеть удается не всегда. На лобовом стекле здесь, как и на всех видеорегистраторах без CPL-фильтра, присутствуют небольшие засветы от торпеды, от которых можно избавиться, разве что установив антибликовый фильтр на объектив или задрав его повыше. Благодаря наличию GPS на видеозаписях отображается скорость автомобиля в момент съемки, а также дата и время. А через приложение можно вообще отследить весь маршрут передвижения автомобиля, что может помочь при разборе какого-либо ДТП. Задняя камера снимает в Full HD разрешении 1920 на 1080 пикселей с фреймрейтом 25 кадров в секунду. Качество съемки задней камеры неплохое. Его можно даже сравнить с качеством записи отдельно взятого неплохого регистратора. Даже через самую темную 5% тонировку обстановку на дороге отлично видно, все объекты в кадре хорошо различимы, и номера приближающихся автомобилей можно с легкостью разглядеть. А вот так регистратор снимает ночью. Обстановку на дороге видно, знаки и дорожная разметка отлично различимы. Номера попутных автомобилей, так же как и днем, читаются с приличного расстояния, если номер не засвечивается фарами. Вот так MOLO N3 Pro записывает видео ночью на трассе без искусственного освещения. Вот так вот видеорегистратор DDPI MOLO N3 Pro записывает звук. Надеюсь, что качество звукозаписи хорошее. Вот так выглядит картинка с задней камеры ночью. Напомню, что снимает она через самую темную тонировку. Если в вашем авто нет тонировки на заднем стекле, то и картинка будет намного лучше. Но даже через тонировку обстановку на дороге видно, и дорожную разметку можно разглядеть. А у подъехавших близко автомобилей можно прочитать госномера. Здесь также стоит учесть, что качество видео снижается и за монтажной программой, а также урезается самим ютубом. В общем, по качеству видеосъемки у меня к этому видеорегистратору претензий нет. Каков же итог? Какие минусы и какие плюсы у этого видеорегистратора я готов выделить? Плюсы – это хорошее качество видеозаписи как днем, так и ночью. С возможностью при подключении устройства к постоянному питанию записывать парковочные видео по датчику удара. Наличие второй камеры, быстросъемные крепления, а также наличие Wi-Fi и GPS. К минусам я бы отнес разве что неповоротный форм-фактор видеорегистратора. Покупать DDPI MOLO N3 Pro или нет – решать только вам. Я, как обычно, постарался вам очень подробно и честно про него все рассказать, а выводы для себя вы делаете сами. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментариях, постараюсь ответить. Также рекомендую перейти в моем канале на вкладку «Плейлисты» и посмотреть в плейлисте «Обзоры видеорегистраторов» мои обзоры на другие устройства. Уверен, что-нибудь интересное для себя найдете. Если этот ролик был для вас полезен и интересен, то не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на канал, впереди будет еще много полезных и интересных видео. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok